Стороны конфликта на Донбассе стягивают к линии фронта тяжелое вооружение. Об этом заявил первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его данным, в последние три недели на передовой постоянно растет количество танков, градов, артиллерии, а наблюдатели все чаще фиксируют случаи их применения. Сегодня на Донбассе впервые с начала конфликта побывала глава другого государства. Президент Эстонии посетил общежитие переселенцев в Краматорске. 300 тысяч евро на его реконструкцию выделили страны ЕС. Все подробности знает Игорь Левенок. Это моя. А это Машина. Трехлетний Ярослав сегодня впервые осматривает свою комнату. Малыш на седьмом небе от счастья. Теперь у него и у двухлетней сестренки Маши отдельные кровати. В комнате есть даже игрушки. Это кубик. В этом доме будет жить многодетная семья переселенцев из Макеевки. Кроме Ярослава и Марии, родители воспитывают двух старших детей-школьников. Пока они на уроках, остальное семейство обустраивается. Скажу так, минимальный набор все-таки есть для того, чтобы вселиться и жить. Бывшее общежитие цементно-шиферного комбината с конца 90-х находилось в аварийном состоянии. После начала боевых действий население Краматорска выросло почти на четверть. Поэтому здания взялись восстанавливать. Теперь здесь 32 полноценные квартиры. Сейчас в Краматорске отремонтировано три таких общежития. В комнатах есть бытовая техника, холодильник, электроплита. Установлена новая сантехника и даже мебель. Бюджетный вариант. Но выглядит все прилично. Здесь чисто и уютно. Новоселов сегодня посетила президент Эстонии Керсти Каюлайд. Это первый европейский лидер, который прибыл в зону конфликта на Донбассе. Двухкомнатная полноценная квартира. Они уже рассматривают вариант. Здесь письменный стол поставить еще, потому что четверо детей. Дуже важно продемонстрировать реальную ситуацию, оперативную ситуацию. Вы знаете, что сегодня в ночи снова был обстрел, цивильный. И мы дякуем, что первый визит президента европейской страны отбылся на Донецкой земле. И показать, какая реальная ситуация, и что нам нужно допомогти. А в Макеевке у многодетной супружеской пары Ирины и Олега осталась комфортная трехкомнатная квартира. Теперь же есть только две комнаты в общежитии. Но они все же надеются, что оккупированная Макеевка снова станет украинской. Мы за Украину, поэтому мы здесь. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер.